Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги! Сегодня поговорим о гепатопанкреатобилярной зоне. Что же входит в это понятие? В это понятие входят такие органы, как печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, непеченочные желчные протоки, большой дуоденальный сосочек и двенадцатиперстная кишка. Особенностью этой зоны является большая сближенность органов, а также особенности кровоснабжения, а именно наличие трех бассейнов. Так, приток крови к печени осуществляется по артериальному руслу 20-30% кровотока, портальное русло – это отток крови от всех органов пищеварения, поступает в печень 70-80% и отток крови от печени осуществляется через печеночные вены в нижнюю полую вену. Значит, богато кровоснабжение органов данной области, близость магистральных сосудов, густая сеть анастомозов между лимфатическими узлами и сосудами, а также биологические особенности апохолей данной области способствуют быстрому их метастазированию, быстрому распространению с одних органов на другие. Однако симптоматика на ранних стадиях этих патологических процессов мало специфична, и больные длительное время с неопластическими процессами наблюдаются у участковых терапевтов или гастроэнтерологов по поводу таких заболеваний, как гастрит, хронический панкреатит. И в ряде случаев на первой и второй стадии заболевания протекают в основном бессимптомно и выявляются как случайная находка. Одним из частых проявлений заболеваний данной области является желтуха. Своевременное определение генеза данных желтух, то есть механическая она, либо парамхематозная, способствует правильной врачебной тактике и выбору дальнейшего лечения данных пациентов. Механическая желтуха – это патологическое состояние синдрома комплекс, характеризуется затруднением или полным прекращением поступления желчи из печени по магистральным желчным протокам 12-перстной кишков. Многие патологические процессы, как неопластические, так и доброкачественные, могут сопровождаться механической желтухой. При поражении переампулярной зоны и поджелудочной железы также могут развиваться высокие тонкокишечные непроходимости за счет стеноза 12-перстной кишки и также выраженный, может быть, болевой синдром, который будет связан с расширением главного панкреатического протока. К осложнениям механической желтухи относятся холонгиты и печеночные недостаточности. Для предотвращения их развития необходимо ликвидировать выявленную желтуху в течение первых 10 дней. Медико-социальное значение заболеваний гепатопанкреата и гладенальной зоны обусловлено их распространенностью. Это 9-10 на 100 тысяч населения. Только опухоли головки поджелудочной железы и переампулярные зоны составляют сейчас 2,7% всех злокачественных новообразований и 10-15% опухолей желудочно-кишечного тракта. В основном это опухоли, в основном неэпителиальные опухоли данной зоны встречаются относительно редко и в основном это опухоли по своей специфике, это раки. Но теперь немножко поговорим о каждом органе. Начнем с печени. Образование печени бывает как доброкачественной, из эпителия, например, гепатома, из тканей мезонхемиального происхождения, но чаще всего это гемангиомы. Злокачественные опухоли печени делятся на метастатические и первичные, при том метастатические встречаются гораздо чаще, приблизительно 20 метастатических к одной первичной. Значит, первичные опухоли, частота их в Российской Федерации составляет до 3%, в странах Европы около 1,5% и самый высокий процент это в странах Африки. Это обусловлено тем, что в Африке намного более распространены диффузные заболевания печени. Ну, начнем с самого простого, да, это кисты печени. Чем же они характеризуются? Это обычные жидкостные образования, которые не накапливают контрастное вещество, окружающая паренхима никак не изменена. Если мы выявляем большие кисты, если они не имеют никакой клинической картины, то есть не вызывают желтух, не нарушают отток крови, да, то такие кисты обычно наблюдают. Однако нужно за кистами наблюдать, потому что истинные кисты, они продуцируют, и капитальный слой их продуцирует жидкость, поэтому они могут увеличиваться. Если кисты увеличиваются, то, естественно, применяется оперативная тактика. Сейчас распространены мини-инвазивные вмешательства. Ранее это была скелеротерапия, которая в данный момент меняется редко, потому что часто рецидивируют кисты, и сейчас в основном применяется лапароскопическое удаление кист. Второй вид образования – это гемангиомы печени. Значит, гемангиомы печени, они характеризуются как гиподенсные образования, как мы видим на первом изображении. В артериальную фазу гемангиомы, если это кавернозная гемангиома, она накапливает центропитально, то есть от фазы в фазе гемангиома будет заполняться. Центральная зона, чаще всего это зона некроза, она не контрастируется. Это МИП-реконструкция в корональной плоскости. Тоже видим гемангиомы. Значит, что же делать с гемангиомой? Если гемангиомы большие, выходят за пределы печени, они тоже подвергаются оперативному лечению. Ранее часто выполнялись, ну, относительно часто могли выполнить гемогепатоктомии, если это очень большое образование и поражает всю долю. Сейчас в основном пытаются прибегать к лапароскопическим методикам. Даже более распространено не лапароскопически, а радиочастотнообляться. Но радиочастотнообляться делается только при наличии гемангиома менее 5 см и с наличием минимального жидкостного компонента. Иногда перед радиочастотной абляцией применяют метод оболизации афферентного сосуда для того, чтобы уменьшить образование, чтобы уменьшился жидкостной компонент, и тогда уже подвергают радиочастотной абляции. Фокальная нодулярная гиперплазия. На фоне печени мы видим изоденсное образование. Ну, оно несколько гиподенсное, но по сути изоденсное образование плохо видно. Вот, в артериальную фазу мы видим активное накопление контрастного вещества образованием с сохранением гиподенсного центра. В портальную фазу образование также изоденс на паренхимии, и при осроченном сканировании едва накапливается центральная часть, центральный рубец. Ну, это патогномоничные признаки ФНГ. На самом деле ФНГ бывает очень разнообразно, и не всегда в центральных отделах образования находится. Нидос, он может находиться и на периферии. Это своеобразные трудности диагностики возникают в связи с этим. Значит, что касается фокальной нодулярной гиперплазии, обычно за ними наблюдают. Агрессивную тактику применяют, ну, наверное, процентов 30 только хирургов. Вот, главное верифицировать это образование. Для верификации необходимо выполнить биопсию. В связи с этим вам необходимо четкое описание локализации данного образования. Но это несмотря даже на близость различных сосудов, то есть вен портального бассейна, печеночных, вен артерий рядом расположенных. Несмотря на то, что все эти манипуляции выполняются под УЗИ навигации. Паразитарные кисты печени. Мы видим кистозное образование. В центральных отделах видим такую структуру линейную, замкнутую в кольцо. Это отслойная оболочка. Мы не видим по периферии никаких обозвестлений. При проведении ангиографического исследования мы видим, что прилежащая паранхима компримирована. Все это признаки живого хинокока. При наличии хинококовых кист их тоже удаляют. В данном случае малоинвазивные методики пытаются применять, но необходимо, удаляя кисту, не разрушить ее целостность, дабы не обсемнить органы брюшной полости. Выполняют перецистектомию. Лапароскопически это выполняется в редких случаях. Если поражена целиком доля, могут также выполнить генки паттемии. Абсцессы печени. В 85% случаев это холангиогенные абсцессы. Например, если не оккупировать вовремя механическую желтоку, может развиваться холангит. Осложнением холангита будут являться мелкие холангиогенные абсцессы. Мелкие холангиогенные абсцессы лечатся консервативно. Если абсцессы средних размеров или больших размеров и доступны для различных манипуляций, то тогда выполняют дренирование абсцессов, соответственно, с антибиотикотерапией, чаще всего с положительным эффектом. Но это единственный процесс, это очень долгое излечение пациентов. Чем же у нас характеризуется абсцесса? Это жидкостные образования, либо образование неоднородной структуры, неравномерно накапливающее контрастное вещество, преимущественно по периферии. Однако, патагномомичным признаком является широкая зона гиперперфузии вокруг этих образований, которая встречается в артериальную и портальную фазу. Немножко поговорим о новообразованиях. Самым частым является гептоцеллюлярная карцинома. Они бывают разных форм, но чаще всего мы сталкиваемся с солитарными образованиями, узловыми. В данном случае мы видим гиподенсное образование, неоднородной структуры на правой доле печени с распространением на хвостатую долю. В артериальную фазу видим активное накопление контрастного вещества, неравномерное образование. В портальную фазу образование продолжает накапливать контрастное вещество. И при отсроченном сканировании, а иногда и генозную фазу, мы выявляем патагномомичный признак для узловых гепсулярных новообразований – это наличие капсулы. Если единичное образование в печени, при этом функция печени не нарушена или нарушена минимально, методом лечения будет также гемиогипотектомия. В ряде случаев выполняют химиоболизацию с целью лечения данных новообразований. Следовательно, нужно хорошо ориентироваться в артериальном и портальном русло. Холангиоцеллюлярный рак. Представлен пациент с типичным узловым холангиоцеллюлярным новообразованием. Он занимает всю правую долю неоднородной структуры, накапливает контрастное вещество преимущественно по периферии, а также патагномомичным признаком является наличие фистончатого контура, активно накапливающего контрастное вещество. Данный пациент был прооперирован, ему была выполнена гемиогипотектомия. После операционного периода протекал без каких-либо осложнений, пациент выписан с положительным эффектом. Вторичное образование печени – метастазы. Метастазы бывают разными, но чаще всего мы сталкиваемся с множественными гиподенсными образованиями, накапливающими контрастное вещество по периферии, с наличием так называемого гиперденсного ободка периферического усиления. Это стандартные типичные метастазы. Например, при меланомах метастазы нетипичные, они гиперваскулярные. При карциноидных новообразованиях метастазы также гиперваскулярные. Еще есть такой вариант, когда пациент приходит на исследование, у него, по данным клиницистов, должны быть обязательно вторичные изменения в печени, мы этого не видим. И иногда при выполнении ангиографии, ангиография помогает выявить вторичные изменения. То есть при нативном сканировании, неравномерная диффузность, нижняя плотность печени. В артериальную фазу печени, в принципе, также неравномерно понижена плотность. Однако в портальную фазу мы видим четко выявленное округлое гиподенсное образование. Сейчас немножко поговорим о желчном пузыре. Значит, воспаление желчного пузыря, а именно острых альцистит, составляет 13-18% среди всех пациентов, поступающих с клиникой острого желота. Чаще всего заболевают женщины. Чаще всего альциститы каменные. То есть причина конкремента, да? В редких случаях у пожилых людей это нарушение кровоснабжения. И чаще это все-таки каменные. Значит, чем характеризуется? Мы видим, что стенка желчного пузыря утолщена, слоистая, окружающая клетчатка упутнена, имбибирована жидкостью. Ну и, естественно, при выявлении острого альцистита, это прямое показание к оперативному лечению. Перехолецистит. Перехолецистит. Вот эту патологию, вы на нее, пожалуйста, обратите внимание. К сожалению, даже в нашем учреждении часто встречается много ошибок. Что такое перехолецистит? Перехолецистит – это воспаление срозной оболочки желчного пузыря. Чаще всего это сочувственная патология. Что имеется в виду? Если пациент болеет диффузным заболеванием печени, например, циррозом, ну, вы видите, что здесь представлено изображение четырех пациентов, а не все с диффузным заболеванием, ну, видите, бугристый контур, да, печени, вот, эти все пациенты с циррозом. У них за счет того, что поражена печень, сочувствуется воспалительный процесс срозной оболочки желчного пузыря. Также данный процесс может развиться при наличии длительно текущих хронических холециститов у пациента, при наличии хронических панкреатитов и при наличии различных острых патологий брюшной полости. Значит, чем характеризуется, еще раз скажу, то, что утолщена срозная оболочка, да, ну, как мы это определили? Мы видим слизистую оболочку, которая тоненькая, видите, аккуратненько, активно накапливает контрастное вещество. А следующая часть стенки, да, желчного пузыря, она утолщена, отечена. Это срозная оболочка. Это не есть острый холецистит. Иногда бывают гнойные перехолециститы, но они встречаются весьма редко. И данная патология не является показанием к оперативному вмешательству не вводить у хирургов зубы в жизни. Дальше, новообразование желчного пузыря. Они составляют 4% от всех злокачественных бухолей пищеварительного тракта. Чаще также встречаются у женщин в возрасте старше 60 лет. В 78% случаев сочетается с желчнокаменной болезнью. 2% после всех холецистоктомий желчный пузырь отправляется на гистологию. И в 2% случаев на гистологию выявляются на пластические клетки в отправленном материале. Чаще всего новообразование желчного пузыря мы уже диагностируем тогда, когда видим инфильтрацию печени. На ранних стадиях новообразования желчного пузыря чаще все-таки диагностируется на МРТ. Мы видим, что вблизи желчного пузыря в 5-м сегменте гиподенсная зона при выполнении ангиографии мы видим неравномерное, постепенное накопление контрастного вещества патологическим участком. Это как раз инвазия печени при наличии жаржака желчного пузыря. Так, ну теперь немножко остановимся на воспалительных изменениях в непеченочных желчных протоках. И вообще поговорим о их патологии. Значит, в непеченочные желчные протоки чаще всего страдают, когда у пациента есть желчнокаменная болезнь, то есть есть конкременты. Чем же это характеризуется? Вы видите утолщенную стенку, пузырный проток с утолщенной стенкой, коллега с утолщенной стенкой. Видим, что вот это все пузырный проток, да, и видим как раз явление перехолецистита. То есть мы видим слизистую оболочку, накапливающее контрастное вещество, и видим циррозную утолщенную оболочку, да, это явление хронического процесса. Но в данном случае говорить о холангете не совсем корректно, потому что, когда мы говорим о холангете, подразумевается поражение именно внутри печеночных желчных протоков. Еще один пациент со спалительным изменением вне печеночных протоков. Мы также видим утолщение стенки, активно накапливающее контрастное вещество. Видим явление перехолецистита. Данный пациент поступил с клиника острого живота. Ну, а теперь немножко остановимся на холидохолитиазе. Значит, чаще всего в желчных протоках конкременты все-таки холестериновые, то есть рентген негативные. В 10-20% случаев это смешанные конкременты, либо пигментные конкременты, которые мы хорошо видим. Например, у представленного пациента мы видим в желчном пузыре холестериновые конкременты, да, они у нас выглядят, ну, если здесь делать другой режим, то это видно, что это не воздух, вот, это именно конкременты. Вот, однако в холидохе в терминальном отделе мы видим смешанный конкремент, указанный стрелкой. Это еще один пациент с, также с наличием конкрементов в холидохе, а это уже выполнена разгрузка внутри печёночных и желчных протоков, то есть выполнена через кожу, через печёночную, наружную внутреннюю дремнирование. Вот, но мы увидим край дренажа заканчивается где-то на уровне общего печёночного протока, потому что холидох забит конкремент. Ну, а еще один пациент с пигментами конкремента, мы видим мелкие-мелкие конкременты в терминальном отделе холидоха. Вот, ну, как я говорила, 80-90% это холестериновые конкременты. Да, конечно, считается, что на МРТ их видно очень хорошо, но на КТ, если сделать немножко непривычный режим глазу, ну, то есть так называемый противный режим, от 40 до 200 филдок, мы можем увидеть также рентген-негативные конкременты. Вот мы видим группу конкрементов достаточно крупных, овальной формы, локализующихся в общем печёночном протоке, да. Ну, здесь видно хуже, но тоже, если присмотреться, вот раз конкремент, два конкремента, вот тут малюсенький, еще третий. Чаще всего холидохолитиаз сопровождается не только воспалением вне печёночных желчных протоков, но и также воспалительным изменением большого додонального сосочка. У данного пациента мы видим мелкий конкрементик, совсем малюсенький, двухмиллиметровый, да, однако при этом видим, что в области большого додонального сосочка определяется круглое образование, активно накапливающее контрастное вещество. В данном случае это явление попелита, то есть воспаление, да. После проведенной консервативной терапии все эти изменения ушли. Ну, стоит, наверное, остановиться совсем чуть-чуть на структуру холидоха. Это совершенно не диагноз компьютерной томографии, однако если пациент поступает, предположим, с механической желтухой, ему, вот в данном случае пациенту выполнена разгрузка, то есть выполнено наружное, через кожное, через печёночное дренирование холидоха. При выполнении компьютерной томографии, несмотря на то, что дренаж очень мешает, он даёт артефакты, мы можем отследить стенку холидоха, она никак не изменена, она даже не среагировала на постановку дренажа, вот, и в данном случае была заподозрена структура холидоха, ну, естественно, золотым стандартом в данном случае будет МРТ, где диагноз был подтверждён. Ещё один патологический процесс, который бывает в области гептобилярной зоны, это парафатериальные дивертикулы. 95% дивертикулов в 12-перстной кишке локализуются в стенке, обращённой к головке поджелудочной железы, как раз там, где располагается фаторов сосок. Если одной из стенок дивертикулы является фаторов сосок, то это парафатериальные дивертикулы. Чем такие дивертикулы неприятны? Они нарушают оттоп желчи из холидоха, среди желжи отстаиваются и создаются предпосылки для развития конкрементов. Вот мы видим достаточно крупный парафатериальный дивертикул. Ну, такие встречаются нечасто, чаще всё-таки это дивертикулы, которые раза в 4 меньше, чем 1. Мы видим также расширенный холидох. Дальше. Значит, как я уже сказала, вот парафатериальный дивертикул, да, оттоп желчи нарушен, но в связи с этим, видим, уже сформировались конкременты в остальных отделах холидоха. К сожалению, таких пациентов ещё и тяжело лечить, потому что выполнить папилосфинктеротомию и удалить конкремент весьма сложно, из-за наличия дивертикула, которая будет мешать эндоскописту. Данные пациентов лечат всё-таки наружным дренированием. Битотропсию здесь тоже тяжело выполнить. Не самый хороший вариант, благоприятный для пациента. Теперь остановимся немножко на опухолях внеопечёночных и желчных протоков. Они встречаются уже чаще у мужчин. Составляет 3-14% всех больных с опухолями гептопанкреатопулярной зоны. Рак внеопечёночных и желчных протоков составляет в среднем 1,3% всех злокачественных опухолей. Опухоль Клацкина. Что это такое? Это опухоль максимальных отделов внеопечёночных и желчных протоков, а именно от долевых протоков, сегментарных протоков, общепечёночных протоков до слияния его с пузырьами, то есть до формирования холидоха. Это опухоль Клацкина. Они составляют около 10-20% всех новообразований протоков печени. На аутопсии данные новообразования выявляются всего лишь в 0,1% случаев. Предрасполагающие факторы к развитию данных новообразований это склерозирующие холангиты и врождённое расширение внутри непечёночных протоков. Откуда вообще такое название? В 1965 году патологоанатом Клацкин описал очень большое количество образований общепечёночного протока, но оттуда эти образования получили данное название. Есть классификация, по которой оцениваются данные новообразования. Все опухоли Клацкина делятся на 4 типа, в зависимости от того, какие протоки поражаются. Первый тип – это опухоль общепечёночного протока без инфильтрации его бифуркации, как видно на изображении. Все эти схемы как раз, по-моему, из работ письма. Вот. Второй тип – это опухоль распространяющийся на область слияния право-лево-долевых протоков. Третий тип – это когда неопластический процесс распространяется на правый печёночный проток. Тип 3B – это преимущественно инвазия. То есть инвазия – это происходит именно в области слияния право-лево-долевых протоков, однако основной неопластический процесс распространяется на лево-долевых протоков. Четвёртый тип – это новообразование, которое поражает и общепечёночные, и правые-лево-долевые протоки. Он самый неблагоприятный вариант. Основной метод лечения данных новообразований – это хирургический, однако, к сожалению, резектабельность по данной мировой литературе составляет не более 14-18%. В данном случае при таких образованиях выполняется гемогипотектомия, но это, естественно, если речь идёт о кладском метре А3Б с реконструкцией желчных протоков. Вообще-то опухоли относительно медленно растущие, но очень быстро распространяющие переневрально и инвазирующие паранхиму печени. Данный пациент поступил в клинику с механической желтухой. Мы видим, что к нам пациент пришёл на исследование уже с задренированными протоками, то есть это гипертенсный компонент, это дренаж. И мы видим утолщение стенки общего печёночного протока. На небольшом протяжении от фазы к фазе данный участок стенки накапливает контрастное вещество. Это как раз получается по классификации бисмон, с учётом, что поражен только общий печёночный проток тип 1. Ещё один пациент поступил также с механической желтухой. Нам повезло, он к нам пришёл до дренирования протоков. Мы видим расширение внутри печёночных желчных протоков, видим уменьшение размеров правой доли печени. При проведении ангиографии выявлено утолщение стенки общего печёночного протока с распространением на правый долевой проток и визуализация, вот смотрите, в области правого долевого протока уже инвазии печени, то есть, так называемые, уже вторичные по сути образования. Холедов при этом не изменяем. Получается Клацкин-3А. Этот же пациент при венозной фазе сканирования лучше видно, что оборужена печенькой. В инвазии, да? Это стас, по сути. Ещё один пациент поступил также с явлением механической желтухи. Выполнено чрезкожное-череспечёночное дренирование правого протока. При ангиографии мы видим, что выявлено новообразование с поражением левого долевого протока. Однако, бывают и боли распространённые опухоли, как я уже и говорила, с учётом того, что они медленно растут. Не так давно к нам поступил пациент, у которого было выявлено утолщение стенки правого долевого протока, поражение общего печёночного протока. Вот мы видим, практически смыкаются стенки, то есть нарушен отток. Вот. Холедох при этом не изменён. Изменения также распространяются на шею пужелочного пузыря и на пузырный проток. То есть это опухоль вне печёночных желчных протоков, но, к сожалению, её уже... Тут дистальный отдел холедоха был не изменён, а максимально отделы были также утолщены и инвазированы. Поэтому в данном случае данную опухоль не отнесёшь к опухоли Клацкина, это чисто опухоль вне печёночных желчных протоков, не подходящих под эту классификацию. Дистальная холангиокарцинома – это опухоль от конфлиенции общего печёночного пузыря протоков, то есть область формирования холедоха, и дофаторого сосочка. Однако некоторые другие авторы выделяют, что это вне печёночные... относят к ним все почти вне печёночные желчные протоки. Эти образования включают группу образования вне печёночных желчных протоков, которая составляет частота их 1,3%. Значит, с дистальной холангиокарцинома выявлено утолщение стенки дистального отдела холедоха, также от фазы к фазе образования накапливая контрастное вещество, а на корональной реконструкции мы видим, что поражена также дистальный отдел главного панкреатического протока. У этого пациента мы уже видим, что до нас поработали хирурги, задренированы протоки, однако, несмотря на наличие артефактов, мы видим, что холедох вначале расширен, стенка его относительно... накапливает ярко контрастное вещество, но она не изменена, она больше воспалена. А в дистальных отделах, видите, утолщение стенки где-то до 3-4 мм, она активно накапливает контрастное вещество, это дистальное образование, дистального отдела протока. Методом лечения этих пациентов является панкреатодоаденальная резекция, расширенная. Значит, что касается образования большого аденального сосочка. Конечно, большой аденальный сосочек, как я уже говорила выше, могут быть и воспалительные изменения, могут быть доброкачественные аденомы, могут быть злокачественные образования. Однако, поставить диагноз добро это или зло помогает, к сожалению, только биопсия. Вот. Иногда бывают образования, которые с очень четким ровным контуром, маленькие, аккуратненькие, на самом деле, это аденокарциномы оказываются. Значит, рак большого аденального сосочка встречается в 0,5 до 2% случаев от общего числа всех злокачественных образований, 2% случаев от рака пищеварительного тракта, 8-26% случаев от всех злокачественных образований гепфоринкриата в данной зоне. Так. Ну вот мы видим в области... Да, кстати, чтобы хорошо оценить, большой аденокарцинный сосочек, для этого необходимо расправить 12-перстное кишко. Перед исследованием пациенту желательно дать выпить хотя бы стакан, а лучше 2 воды за 10 минут до исследования. Чтобы расправить стенки кишки, и мы бы четко видели стенку ее, да. Значит, мы видим... Лучше контрастное вещество не давать, потому что если вы даете контрастное вещество в качестве... для расправления кишки даете контрастное вещество, то это контрастное вещество будет вам мешать для оценки того же сосудистого русла, если вы делаете ангиографию. Значит, мы видим округлое образование в области большого динального сосочка, накапливающее контрастное вещество в периферических отделах. Но оно накапливает неравномерно, а по периферии, значит, мысли все-таки закрадутся, что это злокачественное образование. У этого пациента так и получилось, такое злокачественное образование. Еще один пациент, ну, к нам попал также после тренирования протоков. Мы видим, что за образованием край пиктейла, пиктейла, так называется, дренаж, край дренажа визуализируется заново образованием. Само образование округлое, неравномерно накапливает контрастное вещество. Значит, злокачественность и доброкачественность скажут нам уже биопсия, да, то есть выполняется эндоскопия. Берем биопсию и уже получаем результаты. Значит, еще один пациент. Ну, мы видим, что пациенты в механической желтоке с расширением внутрепеченочных желчных протоков, расширением внепеченочных желчных протоков, а в области большого додального соска огромное образование, бугритое. Ну, такое образование, как капуста цветная, оно навряд ли будет иброкачественным, поэтому мы предполагаем, что это уже зло. Образование большого додонального сосочка также лечится панкреатододональными резекциями. Значит, немножко о 12-перстной кишке. Значит, воспаление 12-перстной кишки, как самостоятельное заболевание, встречается весьма редко. Чаще всего связано с нарушением кровоснабжения. Значит, воспаление кишки чаще всего сопровождает именно наличие острого панкреатита. Например, данный пациент перенес острый деструктивный панкреатит. Вроде явления панкреатита у него ушли, но при этом сохранялись длительное время воспалительные изменения 12-перстной кишки. Мы видим, что стенка 12-перстной кишки утолщена циркулярно, окружающая клетчатка уплотнена и имбибирована жидкостью. Также видим, что клетчатка уплотнена и вдоль листка фастопирована. Ну, что касается новообразования 12-перстной кишки, это вообще редкая патология. Составляет, ну, больше все-таки 0,5%, нежели 3% от всех новообразований пищеварительного тракта. И очень редко встречается наутопсих. Представлен пациент с новообразованием 12-перстной кишки, мы видим полуциркулярное утолщение ее стенки, внутренний контур кишки бугристый, новообразование накапливает контрастное вещество неравномерно, метод лечения тоже подает. Ну, и поджелудочная железа. Чаще всего мы сталкиваемся с острыми панкреатитами. Это панкреатиты, которые от отечной формы до панкреонекрозов. На данном слайде представлен пациент с острым деструктивным панкреатитом. Характеризуется наличие с нарушением дольчатости поджелудочной железы. Мы видим, что между сохраненными дольками клетчатка у клубина имбибирована жидкостью. Видим, что парапанкреатическая клетчатка у клубина имбибирована жидкостью. В области перехода тела в хвост поджелудочной железой выявлена зона, не накапливающая контрастное вещество, это зона деструкции. При наличии острых панкреатитов обращайте внимание, что имбибиция клетчатки, ограниченное скопление жидкости, это все-таки разные вещи. Потому что если вы напишите, что ограниченное скопление жидкости, на имбибицию хирурги, которые вам верят, они могут пойти задренировать данную область и ничего не получат. Потому что недозревшие, грубо говоря, некрозы, это просто уплотненная клетчатка. Поэтому по основному скоплению жидкости они не получат. Еще один вариант поражения поджелудочной железы, это всякие хронические панкреатиты. Вот они могут приводить механическим желтухом очень часто. Например, поступил пациент с хроническим кальцифицирующим панкреатитом. Мы видим множественные конкременты в головке поджелудочной железы, видим следствие перенесенного панкреоникроза огромные киста головки поджелудочной железы, которые связаны с главным панкреатическим протоком. И эта киста компримирует холедов, в связи с этим развилась желтуха. Версунгов проток также расширен. Это связано с тем, что киста сообщается с главным панкреатическим протоком. Пациент, естественно, поступает с болевым синдромом, с желтухой. Методом лечения будет дренирование данных кист. Данные кисты пытаются дренировать малоинвазивно. Если, например, киста находится в теле или в хвосте поджелудочной железы, и рядом прилежит желудок, то стараются дренировать через желудок эти кисты. В данном случае кисту, скорее всего, будут дренировать через версунг. Еще один из вариантов хронического панкреатита. Но в данном случае панкреатит в фазе обострения. Вся клетчатка отечна. Также нарушается отток желчи в связи с тем, что головка большая, инфильтрированная и компримирует холедок. В данном случае можем тоже увидеть сочувственный перифолисцит. Ну и самое частое новообразование гептоконтреатогнальной зоны, именно новообразование, это новообразование поджелудочной железы. Чаще всего локализующиеся именно в области головки железы. Чаще они развиваются у мужчин, занимают 9 место в структуре онкологических заболеваний, находятся на 3 месте среди опухолей желудочно-кишечного тракта. Ну и встречаются среди всех новообразования гептоконтреатогнальной зоны с частотой до 80%. Чаще всего в 60% случаев поражается именно головка поджелудочной железы. Пациент поступает с механической желтухой. При выполнении ангиографии мы видим расширенные протоки, мы видим, имеется в виду билярные протоки, расширенный главный панкреатический проток. Если мы видим расширение главного панкреатического протока и билярных протоков, видим лимфоденопатию загрешенного пространства, стоит задуматься, что стоит поискать что-то в поджелудочной железе. И в данном случае в области головки поджелудочной железы мы выявляем округлое гептоденсное образование. Вот видите, в артериальную фазу оно практически не накапливает контрастное вещество, в портальную фазу оно по периферии копит. И на уровне как раз этого образования обрываются холедок и главный панкреатический проток. Лечение данных пациентов также панкреатодульная резекция при возможности ее выполнения. Стоит учитывать, что в связи с возрастающей агрессивностью хирургов очень часто выполняются расширенные операции с сосудистыми реконструкциями. Надо об этом не забывать и описывать все сосуды. Портальный бассейн, артериальный бассейн, прилегание к образованию, наличие инфильтрации вокруг сосудов, наличие прямых признаков инвазии, косвенных признаков инвазии. Еще один пациент с новообразованием поджелудочной железы. В данном случае пациенту выполнено уже тренирование желчных протоков в край дренажной трубки. Вот само новообразование. Это новообразование дистальных отделов колобки. Также видим панкреатическую гипертензию. Вот объемное образование. Почему все это хотелось бы вам сказать? Все оперативные вмешательства на гипотоканкреатобилярной зоне это обширные операции, требующие большого опыта хирургов. Они длительные по времени, они все трудоемкие, органы располагаются рядом. Наша задача все-таки облегчает работу наших коллег. Поэтому при проведении многофазных ангиографий, при патологии гипотоканкреатобилярной зоны, при наличии новообразований или тех образований, которые требуют хирургических манипуляций, нужно очень внимательно смотреть на все три сосудистых русла. А именно, в артериальную фазу мы, естественно, оцениваем артерии. Наиболее принятая классификация кровоснабжения печени по МИЧОС. Она была сформирована в 1166 году. Если пациент не подходит мне под один тип по классификации МИЧОС, то ваша задача – описать, какой сосуд, откуда идет и что кровоснабжает. Варианты деления воротной вены все-таки чаще всего необходимы тем клиницистам, которые выполняют непосредственно операционное вмешательство на печени или если в вашем стационаре выполняется оценка либо рецепиентов для трансплантации, либо вообще занимаются трансплантацией. Одна из последних классификаций деления воротной вены – это Накамура, из авторов, которая была сформирована в 2002 году. Не более частый вариант – это, конечно, просто деление воротной вены на правый и левый вид. Реже встречается истинная треплокация. Все остальные варианты встречаются в гораздо более редких случаях. Значит, смотрите, когда выполняете ангиографию, артериальная фаза, да, конечно, вы оцените исключительно артерии. Вот, если вам не нужно заниматься дифдиагнозом новообразований печени, дифдиагнозом новообразований, в принципе, геопереконкредитной зоны, то есть вы знаете, что там точно есть новообразование, вам достаточно выполнить не обязательно трехфазную ангиографию, а достаточно и две фазовую полностью – артериальную и венозную, но желательно на 80-й где-то секунде, чтобы у вас хорошо контрастировалось и портальное русло, и вены. Вот, что касается вариантов анатомии печени, вен печени, да, общепринято, да, что есть три основных ствола. Ствола – это правая печёночная вена, левая печёночная вена и средняя печёночная вена. Вот, однако впадают они всегда по-разному. Правая вена чаще всего впадает самостоятельно, а левая печёночная и средняя печёночная вены, они чаще всего впадают единым кустьем, нижней половой вены. Часто бывают фессуральные вены. Это вены, которые достаточно крупных размеров, до 5 мм, могут самостоятельно осуществлять эту кровь от определенных сегментов. Нередким вариантом является, когда от шестого сегмента печени кровь венозная непосредственно оттекает по вене этого сегмента, впадающей непосредственно в нижнюю полу вену, интерпечёночную. Это тоже надо на это обращать внимание. Но печёночные вены также важны для тех специалистов, которые занимаются непосредственно гепатологией, то есть оперативная вмешательность на печени, либо трансплантологию. В общем, хочется сделать небольшой итог, что многофазная спиральная компьютерная томография является малоинвазивной методикой, необременительной для пациентов, позволяет оценить патологию гепатопонкреатоглодональной зоны, выявить анатомические её особенности, что может повлиять на время оперативного вмешательства, именно сократить его, и позволяет в ряде случаев избежать фатальных ошибок. Однако следует помнить, что для выявления, например, структур холедоха или холедохолитиаза золотым стандартом остаётся и есть магнитный резонанс МРХПГ. Для диагноза, что за образование мы видим в области большого адренального сосочка, выполняется ФГДС с последующей биопсией. При опухолях Кладкина ведущим также считается МРТ. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо. Смотрите, у нас есть три клиники в медицинской академии, которые занимаются непосредственно проблемой механической желток. И при поступлении таких пациентов у нас выполняется компьютерная томография. У нас не всегда есть возможность пациента выполнить МРТ, поэтому эти пациенты поступают к нам. Но чаще всего это, конечно, острый живот. В данном случае была кистами без четких контуров. Про УЗИ там видели взвесь. И возник вопрос, нет ли там паразитарного поражения, и поэтому делали там тритонографию. А так, конечно, не всегда. Тем более при мелких кистах, как в КТ, в принципе, не принципиально. А вот при больших кистах, наверное, есть смысл сделать, чтобы уточнить непрозитарный. Нет, это я имею в виду, если нет каких-то там подозрений, да, где в диагноз не надо проводить мелкие киста, это метастаз, да, а пациент совершенно благополучный, без какого-то тягощенного анамнеза, да, и вы на простая киста, то там графитис, ну, принципиально. Для успокоения пациента можно сделать МРТ. Нет, ни в коем случае. При выявлении новообразования печени обязательно надо выполнять трехфазную ангиографию. В других случаях вы не ответите на эти вопросы. В ряде случаев необходимо даже выполнять четвертое сканирование. Я понимаю, что это все лучевая нагрузка, но необходимо выполнение даже отсроченной сканирования, то есть четвертого как разного исследования, да? Да. Ну, чаще всего артериальная фаза стандартна, портальная, это где-то отсроченная, где-то на пятую минуту, пятую-седьмую минуту. Ну, для гемингиома маловато, и когда мы оцениваем, например, те же салитарные узды, салитарное образование, ну, тоже три минуты маловато для воображения капсулы, все-таки стоит подождать. Спасибо. Спасибо.